Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Вместо стихийного рынка пространство для семейного отдыха. Когда благоустроят улицу Авроры? Самарцы обеспокоены состоянием озера в сквере Родничок Надежды. Как будут бороться с мутной водой? Небо, Пятый океан. В Самаре отметили день ВВС. Комплексное благоустройство на улице Авроры в Самаре завершится к сентябрю. Вместо стихийного рынка здесь будет зона для семейного отдыха. Ремонтные работы выполнены на 80%. Сейчас специалисты завершают укладку плитки, обустройство газона с автополивом. Все работы по благоустройству контролируют городские власти и глава Самары Елена Лапушкина. О деталях дизайн проекта обновления улицы Авроры расскажет Лариса Шалафаст. Вместо киосков и лотков бульвар для прогулок. Благоустройство этой территории на улице Авроры было давней мечтой местных жителей. На протяжении многих лет здесь был рынок. Люди жаловались небольшое количество мусора. За комплексное благоустройство этого участка проголосовали сами жители весной этого года во время рейтингового голосования. Летом началось благоустройство. Рабочие сняли слой старого асфальта, вывезли грунт, проложили подземные коммуникации. Сейчас обустраивают газон с автополивом на площади 12 тысяч квадратных метров. Параллельно укладывают плитку, которая займет 8 тысяч квадратных метров. Стало чище, аккуратнее, смотреть приятно. То, что было раньше, конечно, коробки, мусор, все это летало. Летало везде, по всему району. Естественно, собаки. Собаки везде были огромные. Это было ужасно. Сейчас, конечно, все к лучшему. Мы очень рады, что преображается наш город. Сейчас жители, в общем-то, довольны тем, что здесь будет комфортно, уютная зона. Дети будут отдыхать, фонтанчики. Я думаю, что это классно. Ремонт на участке улицы Авроры от аэродромной до Мариса Торезы выполняют по нацпроекту «Жилье и городская среда». В график укладываются. Работы выполнены на 80%. Спортивная площадка практически готова. Остается уложить прорезиненное покрытие. На бульваре установлена 11-метровая ель с подсветкой. Украшением прогулочной зоны станет сухой фонтан. Подземные коммуникации готовы. Рабочие приступают к облицовке. Выполнены на 95% технологические работы. Чаша бассейна закончена. Закончен монтаж насосный полностью с засыпкой всех пазухов. Сейчас ведутся как раз работы по облицовке чаш фонтана гранитом. Воплощение идей горожан в жизнь, активное участие жителей в благоустройстве – важная часть стратегии лидерства. Документы, разработанного по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. При разработке дизайн проекта нового бульвара учли мнение горожан. На бульваре установят скамейки, урны заменят освещение. Также здесь появится современное видеонаблюдение. Пять камер будет стоять, веб-камер. Здесь будет зона Wi-Fi, которая организована бесплатно для жителей, будет тоже устанавливаться. Впервые применена технология так называемой эко-плитки. То есть плитка сделана с решеточкой и будет расти трава. То есть соединенный газон с плиткой. Ну, тоже, по сути, это впервые, первая попытка вот так организовать. Полностью завершить работы на бульваре запланировано к началу сентября. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Раньше намеченного срока планируют отремонтировать улицу Победы. 25 единиц специализированной техники работали на участке всю ночь. Наша съемочная группа побывала на месте. Ремонт на улице Победы в Самаре близится к завершению. Дорожники вышли на финишную прямую. В этом году в порядок приводят участок от проспекта Кирова до улицы Гагарина. По национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Это 59 тысяч квадратных метров проезжей части. В планах выполнить ремонт от здания до здания с заменой бортовых камней, дорожных знаков и канализационных люков. А также ремонт тротуаров и благоустройство газонов с установкой всех средств организации дорожного движения. Этой ночью 60 человек и 25 единиц специализированной техники, в том числе два укладочных комплекса, работали в районе пересечения Победы с улицей 22-го портьезда. Здесь укладывают верхний слой асфальта из высокопрочного материала. Дорожные работы выполняют преимущественно в ночные часы, чтобы не создавать помех на оживленной городской магистрали. В целом же трудятся круглосуточно. В дневное время в основном выполняются те работы, которые не мешают проезду автомобильного транспорта по проезжей части. То есть это ремонт, например, тротуаров, устройства газонов, устройства придорожной плиты. Такие работы, как устройства верхних слоев асфальт-бетонного покрытия, выполняются в ночное время в связи с тем, что в ночное время трафика автомобильнее меньше. И для того, чтобы автомобилистам было удобнее и комфортнее ездить, чтобы не мешать им в час пик, потому что загруженность, еще раз повторюсь, на данном участке очень большая. То есть выполняется ночью данная работа. На участках несколько этапов контроля. Сначала работу проверяет сам подрядчик с привлечением специальной выездной лаборатории. Позже дорогу проверяет город. Часть свежеуложенного асфальта отправляют на независимую экспертизу. Гарантия такого обновления – пять лет. Тут ширина позволяет. Мы работаем без закрытия движения. На данной ширине мы можем поставить два укладочных комплекса, в два раза увеличить свою производительность и тем самым быстрее закончить свои работы на этом участке. Сейчас вышли на этом участке на финишную прямую. По сути, осталось уложить только верхний слой. Планируем полторы тысячи тонн взять за ночь. Ограничение здесь по движению общественного транспорта. За 4-5 ночей планируем участок от Нового вокзального до 22-го партия закончить. Останется нанести только разметку. К первому сентября к школе все эти работы будут завершены. Все работы на улице Победы должны закончить до конца октября. Но подрядчик идет с опережением графика. Возможно, обновленная улица Победы будет готова уже к окончанию бархатного сезона. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Николай Епифанов. События. Самарцы обеспокоены судьбой озера в сквере «Родничок Надежды». Водоем зарос. Вода стала мутной. Рыба практически перестала в ней водиться. Инициативная группа жителей встретилась с депутатом Самарской губернской думы Александром Живайкиным, чтобы обсудить вопрос восстановления любимого озера. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Сквер «Родничок Надежды», что в советском районе Самары, привели в порядок два года назад. Территорию вокруг озера благоустроили по программе формирования комфортной городской среды. Здесь появились детские спортивные площадки, аккуратные дорожки и ограждения. Почистили тогда и само озеро. Сюда прилетали утки, в воде была рыба и черепахи. Но в последнее время водоем зарастает, а живности становится все меньше. Сейчас много общаясь с жителями микрорайона, у нас практически каждый день встречи. Одной из самых серьезных проблем и беспокойств как раз высказывают по поводу состояния озера «Родничок Надежды». Просят очистить озеро, просят дать ему возможность жизни, чтобы оно жило, чтобы оно было живым. Жители обратились к депутату Самарской губернской думы по своему округу Александру Живайкину. Он встретился с обеспокоенными горожанами и главой советского района, чтобы обсудить, как вновь вернуть жизнь озеру. Сначала сюда пригласят дайверов, чтобы исследовать дно и понять, почему вода так сильно загрязнилась. Вот мы видим живой родник, которым пользуются жители близлежащих домов. Мы из него пьем воду. Наверняка такие же родники здесь. Наверное, они засорились. Это на первый взгляд такое вот поверхностное решение вопроса. Но, безусловно, мы его изучим и жителей советского района наедине с этой проблемой не оставим. Планируется, что причины гибели рыб и помутнения воды определят уже в этом году. А восстановят и очистят озеро уже весной, чтобы следующим летом оно вновь радовало жителей. Андрей Горгулинко, Василий Колдашов. События. В Самарской области за сутки зарегистрировали 52 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 64 человека выздоровели и один скончался. Такие данные в эту среду, 12 августа, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. С начала пандемии в регионе 7372 человека заразились COVID-19. Из больницы выписались 5582 пациента. Умерли 111 человек. Тем временем в больнице Пирогова, где продолжают бороться с коронавирусной инфекцией, рассказали, как сегодня используют оборудование, приобретенное еще к Чемпионату мира по футболу. За два года в медицинском учреждении изменилось качество обслуживания. В этом убедилась мэрия Елчан. Более 100 тысяч пациентов ежегодно обращаются в Самарскую больницу имени Пирогова. Ее обновили еще к Чемпионату мира по футболу. Закупили свыше 600 единиц нового оборудования. Сделали ремонт в отделениях, расширили въезд на территорию больницы. Теперь одновременно сюда могут заезжать 4 машины скорой помощи. Каждый день наследие Мундиале помогает врачам оказывать помощь пациентам. Это очень важно, что сегодня на оснащении больницы, которое было проведено в подготовке ФИФА, оно сегодня имеет место быть и сохранено на сегодняшний день на территории и служит для нашего населения. Приемное отделение медицинского учреждения полностью укомплектовано кадрами. Сейчас врачи одновременно могут обслужить 14 экстренных больных и до 60 человек амбулаторно. Оценили изменения в медицинском учреждении и сами пациенты. У девочки были очень внимательные, провели обследование в полном объеме, нарисовали, все написали, сказали мне, что болит, где болит, как болит, как вести себя. Я благодарен. Это клиника. Кардинально изменился не только внешний вид, но и стиль работы приемного отделения. Впервые в практике самарской медицины отделение поделили на три зоны. Красное для экстренных случаев, желтое для пациентов с кровотечениями, переломами, инсультами и зеленое для тех, кто может самостоятельно передвигаться. Мэри Илчан Максим Гусев, События. В Самаре прошла благотворительная акция «Дерево добра». Представители регионального правительства и бизнес-сообщества подарили воспитанникам детских домов и домов престарелых бесплатную подписку на газеты, журналы и другие периодические издания. Проект зародился еще в 2015 году. С тех пор люди из социальных учреждений получили десятки тысяч печатных экземпляров. Я надеюсь, что это поможет детишкам расти, становиться гораздо более образованными людьми, но и скоростных досуг. Туристическая отрасль региона постепенно выходит из кризиса. Представители власти и отельеры обсудили, как в условиях ограничений чувствует себя гостиничный бизнес. Какие меры поддержки сейчас действуют и как получить деньги за путешествия по Самарской области. Подробности расскажет Лариса Шалафаст. Туристическая отрасль постепенно выходит из кризиса, говорят отельеры. Пандемия коронавируса отразилась на спросе, но сейчас ситуация меняется. Например, в минувшие выходные гостиницы региона были практически полностью заполнены. Особенно востребованы загородные отели. Весь загородный сегмент, это база отдыха, гостиничные комплексы, они, конечно, полностью заполнены. И, насколько позволяют отзывы коллег судить, я так понимаю, что загрузка планируется до октября. И жаловаться на загрузку не приходится. Региону есть, что предложить туристам. С начала августа реализуется проект «Открытая Самара». Он включает пять различных вариантов отдыха. Можно наслаждаться волжскими просторами, попробовать местную кухню, узнать историю края. Также в Самарской области действует программа стимулирования внутреннего туризма. То есть, купив тур в наш регион, можно получить кэшбэк. В зависимости от срока и стоимости отдыха, выплата может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Первая волна этой программы, она продлится всего лишь неделю, с 21 по 28 августа. И мы уверены, что наши объекты, объекты Самарской области и в целом специальные программы по Самарской области, они будут популярны у туристов. Безопасность проживания туристов для отелей сейчас в приоритете. Персонал соблюдает масочный режим. Помещения обрабатывают специальными средствами. Мы измеряем температуру всем сотрудникам не менее двух раз в сутки. Это при входе на работу и выходе на работу. В общественных зонах производится дезинфекция всех контактных поверхностей после каждого гостя и не менее одного раза в два часа. Продвижение внутреннего туризма – одна из составляющих стратегий лидерства региона. Программный документ разработан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Власти подготовили меры поддержки туристической сферы. В частности, снижена ставка по упрощенной системе налогообложения для туроператоров и гостиниц. Лариса Шлафаст, События. Тех, кто потерял работу во время пандемии, временно трудоустроят. Банковские счета россиян стали проверять в четыре раза чаще. Более 700 тысяч российских детей в возрасте от трех до семи лет получат пособие от государства. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 августа, составляет 73 рубля 16 копеек. Курс евро – 85 рублей 92 копейки. Тех, кто потерял работу во время пандемии, трудоустроят. Министерство труда Российской Федерации заключило соглашение о создании временных рабочих мест с 79 регионами. Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах по постановлению правительства составляют не более трех месяцев. На данную инициативу направлено из резервного фонда более 4 миллиардов рублей. Деньги пойдут на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Наибольшую финансовую поддержку получат Свердловская и Ростовская области, Республики Татарстан и Башкирия, Пермские и Краснодарские края. Решение властей даст возможность потерявшим работу россиянам сохранить доходы и продолжать обеспечивать себя при поиске нового постоянного места работы. Банковские счета россиян стали проверять намного чаще. Об этом рассказали российские банкиры. По их словам, они не успевают реагировать на огромное количество запросов со стороны Федеральной налоговой службы. После снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, количество подобных запросов увеличилось в 4 раза. При этом снижения подобных запросов в период ограничений также не было. В итоге банки физически не успевают обработать их в полном объеме в надлежащие сроки и просят продлить сроки предоставления информации до 20 дней. Более 700 тысяч российских детей получат пособие после 17 августа. Речь идет о детях от 3 до 7 лет. Правительство России выделило 18,5 миллиардов рублей на выплату пособий нуждающимся семьям. Власти приняли решение увеличить финансирование, так как регионы сообщали о нехватке денежных средств. Для каждого региона размер пособия будет разным и составит половину прожиточного минимума на каждого ребенка. На этом все. Контролируйте свои расходы. Восемь лет колонии получила экс-руководитель контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям областного ГСУ Вера Рабинович. Напомним, полковник юстиции была задержана два года назад в момент получения 2,5 миллионов рублей в качестве взятки. Всего же, по версии следствия, она должна была получить 20 миллионов рублей от посредницы Жанны Назаровой. Взятка дателем выступил Зелимхан Тимирханов. Рабинович якобы могла повлиять на расследование уголовного дела, где он проходил потерпевшим. В итоге на скамье подсудимых оказались все участники сделки. Защита Рабинович намерена обжаловать приговор, поскольку не согласна с квалификацией. По мнению адвокатов, в ее действиях присутствуют признаки мошенничества, а не получения взятки. В Самарской области изменили правила для граждан, прибывающих в регион из-за рубежа. Пассажиры самолетов должны заполнить на борту анкету, но до вылета. А при покупке билета необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. В течение трех дней с момента прибытия в этой форме нужно будет разместить результаты лабораторного исследования на коронавирус. В случае ухудшения состояния здоровья в течение двух недель вызвать врача на дом. 44-летний житель Самары отправится под суд за использование средств с чужой банковской картой. Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения в магазинах, где он расплачивался. Как объяснил потерпевший, он потерял свою карточку и стал получать СМС о снятии средств. К моменту блокировки от 3,5 тысяч на счету у молодого человека осталось 130 рублей. Оказалось, карту нашел один из работников рынка Кировского района. Вместо того, чтобы сдать ее, он решил потратить чужие деньги. Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа. С 12 августа изменилось место расположения пригородных билетных касс на Самарском железнодорожном вокзале. Их перенесли с улицы в здание, на цокольный этаж, вход через второй тоннель. Новое расположение должно обеспечить максимально короткий путь к платформам. Для удобства пассажиров новая пригородная зона оборудована местами для ожидания поезда, информационным табло и зарядной станцией для гаджетов. Небо – это пятый океан, и он под надежной защитой. В Самаре отметили День военно-воздушных сил. Ветераны профессии и курсанты возложили цветы к бюсту Юрия Гагарина. Самара на протяжении многих десятилетий вносит неоспоримый вклад в авиационную промышленность страны. О связи поколений и сегодняшней роли региона в развитии авиации расскажет Мария Левина. Для Даниила Искорина первым делом самолеты. Сейчас он учится на втором курсе в Самарском университете на конструкторе летательных аппаратов. Параллельно занимается на военной кафедре и всерьез задумывается развивать в будущем отечественную авиацию. Вообще авиационный двигатель это одно из самых сложных сооружений, которые может придумать человек. И если сделать авиационный двигатель, можно придумать все. Именно поэтому меня привлекают авиационные двигатели, я пошел по этой дороге. Даниил и его однокурсники вышли в почетный караул к бюсту Юрия Гагарина. Вместе с ветеранами профессии они возложили цветы. День ВВС в России празднует 2006 года. Даты основания военно-воздушных сил приняты считать 12 августа 1912. Именно тогда издали указ о создании штата воздухоплавательной части главного управления генерального штаба. Самара – это не только космический город. Вклад горожан в авиацию тоже сложно переоценить. В военные годы тысячи жителей Куйбышева трудились у станков, изготавливали детали для легендарных Ил-2. Свою лепту в авиационную промышленность регион продолжает вносить и сегодня. На территории области располагаются крупнейшие авиазаводы. Здесь растят будущих защитников Родины. В Самарской области базируются военные училища, курсанты которых оберегают небо не только родного края, но и всей страны. Заводов, которые делают сплавы, делают приборы, делают механизмы, которые потом используются в конструкции самолетов, как военных, так и гражданских. Никак нельзя уменьшить вклад Самары в нашу авиационную промышленность, в боевую готовность вооруженных сил. Примером тому является то, что частыми гостями на Самарской земле являются руководители авиационной промышленности высокого уровня, члены правительства Российской Федерации, которые курируют вопросы оборонного комплекса. Они постоянно держат на контроле, на постоянном внимании выполнение государственных оборонных заказов, которые возложены на нашу промышленность. На торжественной части плечом к плечу с будущими защитниками Отечества и те, кто уже успел внести свой вклад в процветание Родины. Небо – это пятый океан, который защищает не только военно-воздушные силы и противовоздушная оборона. Недаром были созданы военно-космические войска, которые способны защитить и на земле, и в воздухе. Так что пятый океан над Россией под надежной охраной. В 2015 году средняя буква в аббревиатуре ВВС изменилась. Произошло это вследствие объединения военно-воздушных сил с войсками военно-космической обороны. Российская авиация остается одной из ведущих в мире. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Сегодня в мире отмечают Международный день молодежи. Генеральная ассамблея ООН установила праздник 21 год назад, чтобы напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира. Яндекс изучил поисковые запросы юноши и девушек и узнал, как они проводят время и что читают. Рейтинг составили на основе вопросов, заданных россиянами в возрасте от 18 до 24 лет. Как оказалось, среди самых популярных у молодежи книг онлайн, после ссоры современной американской писательницы Анны Тодд, мастера Маргариты Михаила Афанасьевича Булгакова, «Хочу и буду принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» психолога Михаила Лобковского, Гарри Поттер и философский камень Джоан Роулинг. Среди самых распространенных запросов о студенческой жизни, как подготовить реферат, доклад, научную статью, презентацию и отчет по практике, как заработать и какие есть льготы для студентов. Самые запрашиваемые в Яндексе виды спорта – плавание, бег, кроссфит, игровые виды и спортивные танцы. Отдохнуть дикарями молодые люди чаще всего хотят в Крыму, на Черном море и на территории Горного Алтая. Сова, которая никогда не улетит и неувидающие цветы. В фойе кинотеатра художественной открылась экспозиция кованых работ мастеров со всей области. Увидеть в одном месте столько ажурных изделий – большая редкость. Кузнецы трудятся под заказ и вещи сразу же находят хозяев. Подробности в нашем сюжете. Это «Сова», фрагмент будущей композиции «Охотник» – особая гордость мастеров кузнечной артели из Новокуйбышевска. В кинотеатр художественный они привезли кованые фонари, цветы, клетки для птиц и оконные решетки. Говорят, такие выставки очень полезны. Молодые мастера могут почерпнуть секреты искусства ковки, а старые – найти вдохновение. Собрать выставку кузнецов очень трудно. Это, во-первых, тяжелые вещи, емкие. И, скажем так, кузнецы редко работают, скажем так, в стол или к себе, в основном заказчику все вещи. Поэтому собрать очень трудно, нечасто проходит. Это очень здорово, потому что я благодарен за то, что обратили, как говорится, внимание в нашу сторону, кузнецов. Потому что есть такое понятие, как «самарский модерн» термин. То есть мы на самом деле очень много работ, опирается именно на работу старых мастеров. И мы вдохновляемся этими вещами, пытаемся разгадать, как это было сделано. Художественная ковка – символ старой Самары. Все особняки города украшены ажурными элементами. Сотрудники агентства социокультурных технологий решили показать горожанам, как развивается мастерство работы с раскаленным железом в наши дни. И не случайно разместили экспозицию в старинном здании. Нам очень радостно ее выставлять сегодня в таком же знаковом старинном особняке. Архитектор которого, архитектор Щербачев, это певец модерна. Известный многим он строил не только в Самаре, но и в Москве, и в Питере, и во многих городах. Вот поэтому, наверное, вот эта экспозиция так хорошо и так лаконично и органично вписывается в наш интерьер. На выставке представлены работы мастеров из Самары, Новокуйбышевска и Волжского района области. Увидеть экспозицию можно до 25 сентября. Вход свободный. Виктория Шарая, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на официальные страницы телеканала «Самара ГИС» в соцсетях и на наш телеграм-канал. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!